доброе утро дорогие друзья вчера вышел ролик по шпалере и так как он был одним кадром можно сказать блиц дубль я сказала и конечно же благополучно забыла о размерах расходах материала на шпалеру вот нашла квитанцию сейчас я вам покажу размеры значит брус 50 на 20 трехметровый стоит 110 рублей мы покупали 8 штук но два из них оказались лишние они пойдут на следующую шпалеру брус 30 на 20 тоже трехметровый 21 штуку купили надо было покупать 24 штуки это на две шпалеры длиной 2 32 45 2 ну и ширина полутора метровая плюс 2 сантиметра толщины первых балок в общем это на 2 шпалеры значит этот брус стоит 65 рублей дальше там лёшек покупал олифу сольвент это чтобы мыть кисточки полотна для ножовки это я заказывала глядя на мастер-класс наташи она в общем ножовкой работала по металлу но у меня не получилось работать ножовкой получается очень косой срез и я вам уже рассказывала что я применяла стусло и усиленную пилу это в предыдущем ролике можете посмотреть то о чем я говорю я настоятельно вам рекомендую именно использовать стусло и вот эту пилу которая продается вместе с тусло но ничего страшного полотно пригодится металл я тоже часто пилю дальше уголки мебельные для шпалеры 8 штук по 11 рублей это вот копейки из этих копеек потом набегает сумма сверло по металлу саморезы ну саморезы я сказала что длинные 5 сантиметровые это длинные саморезы для этой шпалеры лучше брать три с половиной сантиметра хомуты ну хомуты мы купили неправильные лёшек уже раздобыл правильные вот эти маленькие 100 штук стоят 105 рублей но они маленькие нужно по длине хомуты ну и доставка 250 рублей это про магазин дока вот такая общая сумма нарисовалась если сюда еще приплюсовать пропитку по дереву акватекс экстра она с воском кстати то получится себестоимость шпалеры двух шпалер где-то около четырех нет больше наверное я вчера потратила еще в общем докупила три вот эти шпалеры по 65 рублей ну да ладно это мелочи 200 рублей накинем там убавим потому что лишние куплены были ну где-то 4200 4300 это вот себестоимость расценок на две шпалеры вот таких вот размеров ну и конечно же ваша работа ну а сейчас я вам предлагаю посмотреть видео наша уличная камера все это сняла я что-то вспомнила то что у нас есть видеонаблюдение и я могу вытащить это из камер видеонаблюдения конечно же пришлось монтировать ролик но ничего посмотрите уж не обессудьте с ней снимали камеры видеонаблюдения как я это делала итак дорогие друзья немножко поясню что я здесь делаю ну и еще решила поболтать ответить на некоторые вопросы которые были мне заданы обратите внимание на время 6 часов 13 минут я уже приступаю к работе то есть я уже привела себя в порядок умылась позавтракала встала я где-то наверное часов пять покормить котов убрать у них лотки застелить кровать и так далее и вот 6 часов 13 минут я уже приступила к работе на улице довольно таки прохладно здесь я даже в шапке потом будет выходить солнышко я потихонечку буду раздеваться сейчас вы видите стремянку которую я использовала как козлик очень кстати удобно наверное она нам еще пригодится не раз чтобы не делать козлик на ней можно вот так вот пилить доски это я уже забегаю вперед мы будем в этом году крыть крышу и значит нужно будет делать распилы досок для обрешетки мы не будем убирать крышу полностью металл там хороший на нашей крыше но он так скажем некрасивый то есть начал жраветь и красить его это накладно все познается с опытом в первый год мы первый или во второй год мы покрасили крышу и краска облезла причем хваленая резиновая краска дорогая мы потратили на нее около 20 тысяч рублей причем сначала была зачистка крыши потом обработка от ржавчины потом значит мы покрывали специальной грунтовкой и только потом краска это все друзья очень трудоемко и опасно поэтому мы решили в этом году переделать крышу то есть на старую крышу не снимая хороший этот металл но не красивый который нужно красить каждый год мы решили сделать обрешетку и на эту обрешетку сделать настил новой крыши пока еще не решили то ли это будет металлочерепица то ли это будет металлопрофиль кровельный посмотрим но металлочерепица очень дорогая очень дорогая а вот так что это стремяночка нам пригодится еще итак я начинаю на пилу делать на пилы значит рамки для шпалеры при помощи пилы из тусла вы сейчас это видите дальше я сделаю ускоренную съемку чтобы было не так скучно и если будут какие-то так скажем пояснения я сейчас просмотрю что там я делаю дальше я еще вам наговорю так скажем сделаем накладку на видеоряд уже со своим голосом а а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот здесь хочу рассказать, как помог наш двор мне, уложенный плиткой. Вот как раз плитка мне служила как миллиметрованная бумага. То есть вот эти клеточки мне очень-очень помогли. То есть размер плитки 30 сантиметров. И чтобы не высчитывать вот прям четко, вот вы видите, раз, два, три, четыре, по-моему, или пять плиток. Пять плиток, наверное, поместилось вот в высоту и в длину там тоже сколько-то. И вот эта плитка мне хорошо послужила где мне, как мне расположить вот эти поперечные продольные рейки. Очень все пригодилось. То есть я неимоверно рада, что в том году пришлось, конечно, очень много поработать. Вы видели, сколько работы было сделано. Это не так просто, кажется, положил плитку, да и все. Очень много подготовительных работ. Нужно выбрать дерн, все это куда-то вывести. Это тяжелая такая мужская работа, которую я выполнила самостоятельно и ни о чем не жалею. Да и плитку вы видели, что я тоже укладывала самостоятельно. Вот все как-то поэтапно получилось. Все как-то, звезды, как говорится, сошлись. Теперь двор готов и во дворе на чистой плиточке. Там вы даже, кто очень наблюдательный, увидите, что я старые тапки икеевские не выбросила. И вот в тапках в этих мохнатых, они тепленькие, я работала. То есть даже в тапках можно ходить по плиточке. Ничего нигде не мешает, ничего нигде не выпачкивается. Работа себе и работой. Как-то был комментарий. Лена, как вы все успеваете? Друзья, мне кажется, я ничего не успеваю, но поделюсь небольшим секретом. Я планирую свой день с вечера. Вот после трудового дня, как говорится, уже лежа в кроватке, я мысленно строю планы, что я завтра буду делать. Конечно, планы могут поменяться. Допустим, пошел дождь и все планы полетели в тар-тарары. Тогда у меня есть запасной вариант. Я буду, конечно же, лежать и вязать, заниматься чем-то в доме, не вязать какие-то подделки. У меня всегда найдется чем заниматься. И хочу сказать, что я вообще не могу сидеть без дела. Вот я такой человек. Мне скучно. Когда я работаю, я отдыхаю. Вот как бы ни странно это не звучало, но я именно отдыхаю. То есть, значит, с вечера сделали планы. И уже, когда есть план, вы, как говорится, идете по курсу этого плана. Не забывайте отдыхать во время трудового дня. То есть, мелкие такие передыхи, я их так называю, по 15-20 минут. Вот сели, попили чайку, даже если это не обед, но вы устали, помечтали, посмотрели по сторонам. В этот момент, как правило, приходят какие-то новые идеи. И уже 15-20 минут дают вам неимоверный заряд энергии. Вы отдохнули, и вам хочется работать дальше. Вот здесь самый сложный момент. Я сейчас прикручиваю вот эти поперечины, соединяю друг с другом. Ну и вообще сложные моменты будут в течение всей работы. Что здесь сложного? Я ощутила свои килограммы, хоть вы и говорите, что я как бы не поправилась за зиму. Нет, я поправилась за зиму, и я это ощутила, вот создавая эту красоту, делая эту шпалеру. Здесь все на корточках, то есть вся нагрузка идет на ноги. Вы же не поднимете вот эту рейку, она полтора метра, и не сможете прикрутить ее вертикально. То есть все лежит в плоскости у вас, и приходится работать, сидя на корточках. Голова вниз, это неудобно. То есть тучные люди, у которых большие излишки веса, с этим точно не справятся, потому что это сразу поднимется давление. Но это опасно для здоровья. Поэтому, ну, это работа для, так скажем, ну, не стройняшек, ну, людей, имеющих лишний вес, конечно, но не слишком, так скажем. То есть если бы у меня было больше ста килограмм, я бы точно с этим не справилась. А вот дальше, что, как я еще, ну, планирую свой день. То есть я планирую, расставляю, так скажем, приоритеты, вот эти вот точки. Что мне хочется сделать в первую очередь? Что потом? Ну, и, конечно же, здесь нужно тоже, так скажем, правильно мыслить, правильно думать, что первоначально, что вторично. То есть вот так вот я расставляю приоритеты. И, конечно же, когда, ну, уже вырисовывается какая-то красота, вас этого одушевляет, вы гордитесь собой, что это сделано вашими руками. И что вы делаете, конечно же, не тяп-ляп, а как положено. В общем, творите, творите, вдохновляйтесь этими идеями, не бойтесь что-то сделать своими руками. Даже если что-то у вас не получится, это вы приобретете свой опыт. И в следующий раз, уже опираясь на этот опыт, вы не сделаете этих ошибок. Ошибки делают все, что в вязании, что в творчестве, вот в другом творчестве, в строительстве, еще в чем-то. Ошибки делают все, как говорят, кто не работает, тот и не делает ошибок. Вот здесь понадобится, я уже в том видео говорила, два шуруповерта. Один шуруповерт с битой, которая будет закручивать саморезы. И второй шуруповерт со сверлышком. То есть я первоначально делаю отверстие в дереве сверлышком, а потом уже закручиваю вторым саморезом, соответствующий битой под этот саморез, закручиваю саморез в шпалеру. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я делаю уже получается такая клеточка Даже вернее уже прикручен второй ряд Но потом в шахматном порядке Нужно вот по всей шпалере Прикрутить Саморезы Вот здесь Я уже переобулась в тапки Такие Которые Ну так скажем прохудились И все хотела их выбросить Я не знаю как у вас Мне сложно выбрасывать вот какие-то вещи Вот до последнего До последнего Не выбрасываю И вот в этот раз они мне пригодились На улице Потому что Хоть и светит солнышко Вы видите я То в шапке То без шапки То жарко То опять холодно И в этих теплых Пушистых Меховых тапочках Очень-очень даже хорошо Конечно же Я там Может через неделю Две их Они протрутся И я их до конца Так скажем Убью И конечно же Придется выбросить Но вот этот В этот день Они мне очень сильно Помогли Ножкам было тепло И еще шагать По вот этой вот Клеточке Не очень удобно Расстояние между Клеточками Там 13 сантиметров И 30 сантиметров И вот как-то Всунуть ногу Между Клеточками Сложно И самое главное Здесь не торопиться Иначе вот так вот Ну можно упасть То есть Нога Не успеет выскочить Из этой ловушки Клетки Да И можно Здесь хорошо так Приземлиться А в тапках Они хорошо Заходили Между клетками Можно было Как-то Просунуть ногу Ну это я к чему Все говорю Что иногда Вот этот Вот эта Нехорошая Черта Плюшкина Иногда Помогает Я все время Вы знаете Вот почему Не только про тапки Вообще Какие-то старые вещи А вдруг пригодится Ведь Я человек Творческий И с фантазией Все у меня Хорошо И всегда Что-то Появляется Какая-то Новая идея А потом Жалеешь Я один раз Выбросила А потом Пожалела Поэтому Сейчас я Тысячу раз Подумаю Прежде чем Выбросить Ну вот Шпалера Готова Я несу Ее Примерять К забору И это Ну такой Так скажем Победа Свершилась Да Кстати Был комментарий У меня По поводу Соседского Забора Значит А как это Вы шпалеру Будете Крепить К чужому Забору Был такой Комментарий Вы знаете Я даже Не подумала Что так Нельзя Что там Соседи Будут ругаться Или Соседи Будут Против Соседями С этой стороны Нам очень Очень Повезло Ну Как-то так Мы Дружим Мы там Делимся Какими-то Советами Может быть Чем-то Помогаем Друг другу Я Люблю Их Кота Кузяна Который Часто Приходит К нам В гости Да и вообще С этими Соседями Как-то Сразу У нас Ну Появилась Какая-то Симпатия Вот вторую Часть Забора Которую Мы ставили В том Году Если вы Помните Там была Рабица И Соседи Чтобы Ну Как-то Создать Какой-то Интим Друг друга Не Наблюдать Ну Потому что Хочется В саду Какого-то Интима Тишины Не Хочется Там Наблюдать Пятую Точку Соседа Напротив Который Работает В огороде И они Завешивали Там Таким Материалом Нетканым Белым Потом В том Году Я Купила Профлисты И Спросила Соседа Дим Давай я Куплю Ну Материал Ты только Докупишь Там Поперечин Не хватало Ну И твоя Работа То есть Установить Этот забор Где-то Приварить Поперечины И Прикрутить Профлист Сразу Согласился Сразу Понимаете Сразу Так вот Возвращаемся К этому Комментарию Тут Я вчера Иду С доки Докупила Вот эти Недостающие Рейки И Смотрю Сосед Ну В общем Приехала Я подхожу К нему Говорю Дим Тут Такое Дело Я Сделала Шпалеру Ты не Против Если Я Прикручу К твоему Забору Ну Такие Брови Вверх Я смотрю У него И он Так Удивился Да Делайте Что Хотите Представляете Я Я Тоже Вот Как бы Даже Вот Если бы Не ваш Комментарий Который Вы написали Мне Я бы Даже Не подумала Что Так Нельзя Я у вас Там Спросила А у вас Что Не так У вас Нужно Ну Как бы Нельзя Так Поставить Шпалеру Был ответ У нас Это Не Приветствуется Ну Я написала Что Мне Вас Жаль И Все Таки Мысль Вот Это Закралась У меня Думаю Дай Надо Все Таки Спросить А Вдруг Действительно Люди Будут Против Ну Мало Ли Вот И Был Разговор С соседом На эту Тему И Он Сказал Делайте Что Хотите Более Того Я Ну Мы Еще Не Решили Какой Брус Будет Либо Это Будет Профлист Металлический Ой Не профлист Профиль Профиль Металлический Ну Вот Поперечина Вот Это Или Это Будет Деревянный Брус Ну Скорее Всего Деревянный Брус Ну И Я Говорю Дим Вот Если Мы Будем Что То Делать Какие То Звуки Нам Нужно Еще Эту Поперечину Прикрутить Вниз Чтобы Эта Шпалера Стояла На Дополнительной Поперечине Ну Чтобы Какое Расстояние Было Между Собором И Шпалерой Говорю Ты Не Пугайся Это Мы Ну Как Б Вот Работаем Крепим Эту Шпалеру Так Он Даже Сказал Я Вам Даже Сварку Дам Если У вас Нет Своей Сварки Я Вам Дам Если Вам Нужно Приварить Приварите Вот Такие Друзья Бывают Соседи Соседи Бывают Разные И Очень Хорошо Когда Складываются Вот Такие Дружеские Отношения С Соседями Когда Не Идет Война А когда Люди Ну Как-то Входят В положение Не Наглеют И Как-то Уважительно Относятся К Человеку Который Живет С вами Рядом Напишите Как У вас С вашими Соседями Ну Виде Уже На 30 Минут Там Конечно Еще Дальше Были Съемки Но Я Сейчас Все Это Удалю Потому Что Наверное Вам Что Я Там Делала Дальше Ну Я Поделилась Своим Видеом Поделилась Процессом Спасибо Нашей Внешней Камере Которая Снимала Это Все Вместо Меня Я Вас Всех Обнимаю Всех Люблю Творите Вытворяйте Не Бойтесь Все У вас Получится И до Новых Встреч С вами Была Елена Ситникова Пока Пока